Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Дорогие друзья, я с большим удовольствием представляю вам нашего гостя. Это исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы Покрачаевой Черкесии Расул Тикеев. Доброе утро, Расул Тубич. Доброе утро. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Мы сегодня будем говорить о том, что посредством единого портала государственных услуг мы будем получать еще одну услугу. Это получение налоговых уведомлений. Что это такое? Кому положены эти уведомления? Что нужно сделать, чтобы их начать получать? Налоговые уведомления – это документ, который составляет налоговый орган. В нем указываются налоги, начисленные за 2022 год налогопотечникам, физическим лицам, собственникам движимого и недвижимого имущества. Граждане, которые имеют в собственности земельные участки, жилье или транспорт, из этого уведомления сводного налогового получают сведения, на основании которых они должны уплатить налоги до 1 декабря 2023 года. Я так понимаю, что информация, которая содержится в этом уведомлении, она какая-то конфиденциальная, верно? Да. Сведения, которые содержатся в налоговом уведомлении, составляют налоговую тайну и, соответственно, передавать третьим лицам ее нельзя. В этом документе указано, чем владеет налогоплательщик, адрес нахождения объектов имущества, транспорта, то есть вся налоговая база. Помимо этого, сведения о сроке уплаты, а также налог на доходы физических лиц в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ за 2022 год, а также сведения, необходимые для перечисления в качестве единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации, такие как QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа. Поэтому никто, кроме собственника имущества, не может получать его налоговое уведомление. Оно не может быть передано третьим лицам. Но собственник имущества может делегировать полномочия по получению уведомления своему представителю. Например, за несовершеннолетних детей такие полномочия имеют их родители, а у остальных это лица, которые имеют надлежащую оформленную доверенность для предоставления в налоговых органах. Скажите, пожалуйста, Расул Трубевич, форма этого уведомления, она одинаковая для всех, или в этом случае какой-то индивидуальный подход есть? Нет, форма уведомления утверждена приказом ФНС, она одна. В ней содержится общая информация. В этом году она немного отличается от прошлогодней. Это связано с переходом на единый налоговый платеж и поправками налогового кодекса Российской Федерации. Это разрешающими гражданам получать электронные налоговые уведомления и требования об уплате налогов в едином портале государственных услуг без их направления по почте. На примере сводного налогового уведомления исключены слова, там адрес платежной реквизиты вашей инспекции, то есть информация о возможности получения на сайте Федеральной налоговой службы платежных реквизитов налогового органа. Взамен указываются сведения, необходимые для перечисления налога в качестве единого налогового платежа. Другое новшество. В форме введены сведения о том, что налоговое уведомление передано через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. Острока кабинета налогоплательщика должна дополнена в личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. В остальном форма не изменилась. Осталась информация о сумме налога, подлежащей уплате, сведения о объектах налогообложения, налоговой базе, о сроке уплаты налога, а также сведения, необходимые для перечисления налога, такие как QR-код, штрих-код, уникальный идентификационный номер, банковские реквизиты. В сводном налоговом уведомлении есть индивидуальная информация о сумме налога, объектах имущества, которыми владеет налогоплательщик. Адреса и другая конфиденциальная информация, она, конечно, индивидуальная у каждого налогоплательщика. В общем, вся информация, которая может быть интересна любому налогоплательщику, она, наверное, содержится в этом уведомлении. Но если говорить о сроках, с какого периода, с какого времени наши налогоплательщики начнут получать уведомления на имущественный налог? Массовая рассылка началась в сентябре, и завершится она в конце октября, до 1 ноября должна завершиться, в связи с тем, что уведомления должны поступить за 30 дней до срока уплаты. А срок уплаты – это 1 декабря 2023 года по начислениям за 2022 год. На данный момент уже жители Карачаева и Черкесии, некоторые, которые подключились на госуслугах, уже получают это уведомление в личный кабинет и на портал госуслуг. А всем без исключения будет высылаться такое уведомление? Нет, уведомление посылается не всем. Есть ситуации, когда налоговое уведомление не направляется. Например, налоговое уведомление не направляется по почте, на бумажном носителе, в следующих случаях. Наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налогов. Также, если общая сумма налога, отраженная в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, не направляет по почте. Также, если налогоплательщик имеет личный кабинет на сайте ФНС, не направляется в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе, в этом случае он не получает их по почте. Также налогоплательщик направил уведомление о необходимости получения документов в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг. В данном случае также он по почте не получит налоговое уведомление, только на портал в электронном виде. Вот у нас сейчас с вами в беседе прозвучало такое понимание, как электронная почта, госуслуги и обычная почта России. Все-таки люди старшего поколения, они привыкли получать всю корреспонденцию, письма, в том числе заказные письма по почте. Но не каждый из нас проживает по месту прописки, частенько почта взламывается, люди теряют свою корреспонденцию. К чему я все это веду? Может ли человек сам выбрать, получать ему эти уведомления посредством государственных услуг или же воспользоваться обычными почтовыми услугами? Да, конечно. Для того, чтобы получать уведомления в электронном виде, налогоплательщик должен подписать заявление. После того, как он подпишет заявление о получении документов в электронном виде, он будет получать их на портал госуслуг. Если налогоплательщик не подписывает заявление, естественно, он будет получать уведомления по почте. Но в связи с тем, что по почте немного неудобно в том, что налоговое уведомление направляется обязательно заказным письмом, на почтовый ящик приходит квитанция о том, что нужно явиться на почте. Это нужно идти и тратить время, чтобы получить это уведомление на почту. А при подключении на портал госуслуг вся информация от налогового органа будет поступать в госуслуги на телефон, смартфон владельца. Соответственно, это намного легче и быстрее, и лучше. Хочется, конечно, верить, что люди старшего поколения все-таки когда-нибудь примут эти новые видения и поймут их удобства, соответственно. Вот вы перечислили сейчас выше способы, которыми можно получить налоговые уведомления в предыдущие годы за исключением государственных услуг. В принципе, услуга это достаточно молодая, новая. Что нужно сделать, чтобы реализовать на практике все эти самые удобства, которые она предоставляет? Эта услуга появилась, такая возможность, в июле этого года. Ранее не было возможности получать электронные налоговые уведомления на портале госуслуг. На данный момент, на сегодняшний день, налогоплательщики могут получать налоговые уведомления на портал. Они обязательно поступят за 30 дней, как я уже говорил ранее, до срока уплаты. Для того, чтобы получить возможность для получения налогового уведомления на госуслугах, налогоплательщик, в первую очередь, должен быть зарегистрирован на госуслугах. Два условия. Должен быть зарегистрирован на госуслугах. И второе условие. Он должен написать заявление, что он в необходимости получения документов в электронном виде от налоговых органов. Давайте прям пошагово. А что дальше? Как дальше нам поступать? Заходим на приложение госуслуги. Там в уведомлении есть заявление на получение документов в электронном виде. Нажимаем на это заявление. Проверяем свои данные. Для подписи потребуется приложение госключ. Если у вас его нету, нужно его закачать в госключ. Потом получаем сертификат электронной подписи. После получения данного сертификата нас опять переведет в госуслуги. Дальше мы отправляем согласие на подключение и подписываем данное заявление. Оно попадает в налоговый орган. И приходит подтверждение, уведомление о том, что поступило заявление на получение документов в электронном виде. Они обрабатываются в течение суток. На следующий день уже налогоплательщик будет получать все налоговые уведомления себе на портал госуслуг. Вот такой еще вопрос. К примеру, я сегодня узнаю о таких новых возможностях и хочу уведомить налоговые органы о том, что я хочу получать уведомления налоговые через личный кабинет на портале госуслуг. И что я хочу отказаться от получения именно почтовых отправлений. Как это сделать? Мне нужно самой прийти и написать заявление. Или можно через электронную почту. или каким-то другим еще путем? Как и для подключения, нужно электронно отправлять через госуслуги. Аналогично также, чтобы отказаться от получения в электронном виде, такой же порядок. Нужно написать отказ, уведомление об отказе на получение документов в госуслугах. То есть все через электронный оборот, да? Оно также подписывается неквалифицированной электронной подписью через госключ, так же, как и заявление на получение документов в электронном виде. Отправить по почте или другим иным способом нет возможности, только через электронный документ оборот. Вытекающий вопрос. Если я получаю налоговое уведомление на портале госуслуг, могу ли я там же и оплатить его? Да, конечно. Оно там же на месте есть с помощью сервиса оплата по квитанции. Нужно нажать на этот сервис и нужно внести номер УИН, который составляет где-то 20-25 цифр, и перейти на оплату по квитанции. На месте она в портале оплачивается электронно. То есть тут же получил, тут же оплатил. Все удобно, что называется, не отходя от кассы. Еще вот такой вопрос. Если налоговый орган предоставлен удовлетворение о необходимости получения документов от налоговых органов, будут ли налоговые уведомления приходить по почте, на бумаге? Нет. В случае, если налогоплательщик получает налоговое уведомление электронно, по почте оно приходить не будет. Будет только электронно. Кроме случаев, когда налогоплательщик уведомляет налоговый орган, что он желает получать документы на бумажном носителе. Я так думаю, что если налогоплательщик будет получать электронно, ему нет необходимости получать их на бумаге, ходить на почту, так как документы отправлены налоговым органом через почту, они опять-таки идут с заказным письмом, они не приходят в почтовый ящик, нужно идти на почту и лично по паспорту их там получать. Это тратить время. Получать на госуслугах или в личном кабинете, это намного удобнее. Спасибо большое. Очень полезная, нужная информация прозвучала у нас этим утром. Вы знаете, вот эта фраза, заплати налоги и спи спокойно, она стала просто крылатой. А самое главное, она работает. Она работает. Спасибо большое. Спасибо за эту встречу, за очень полезную информацию. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Я надеюсь, что вы сегодня услышали нужную и полезную для себя информацию. И не забывайте оплачивать свои налоги. До свидания, до новых встреч в эфире.